отдел конечно сделайте просто как цилиндр у вас мышцы лежат вот здесь я примерно тут прожу чтобы было хотя бы хорошо значит всегда центральная часть отдела слегка толще и сустав имеет свой объем это такой слоненок барга но даже если вы увеличите до приличного какой там пристойного размера да ну вот так вот так что пристойная толщина для него все-таки что-нибудь вот такое и стопы то очень широкие у слонов очень широкий стоп но в любом случае слон конечно достаточно выразительный в линии спины но бывает у него вот такой горбок не не бывает все-таки горбатость слона более сглаженная а вот голова у слонов существенно более крупная промазали с размером основание хобота существенно шире подмышечная впадина вот где шея действительно очень короткая ну и линия задние ноги соответственно задние ноги тоже намного лучше вот теперь это что-то приближающиеся к слону давайте только вы зря его обуле обутые верблюда случаются редко вот эта линия вообще-то существует нет она нужна или она только мешает только мешает он только мешает что эти линии мы выбираем вот это плечо сейчас мы еще раз посмотрим у верблюда два пальца выставленные вперед резко выдвигаются вот так вот так не комсом как вы нарисовали это скорее лошадиная копытка я сейчас лошадь рисовала за не менее лошади получился верблюд и помнишь какие длинные выразительные губы да я хотела сейчас с голодом рисовать губы ну давай ну вот так существенно лежит слон уберите лишнюю линию пластик так ну давайте так о как слон значит единственная вещь вот единственное вот это очень неплохо во первых вот это линия груди пойдет вот сюда у слона подмышка вот здесь а вот эта линия и линия грудноклетки вот сюда вот так да ну и потом вот так он ногу поднять просто не мог он это сделает вот так а стопа у него пойдет вот так ну а больше пожалуй никаких замечаний потому что вот это вот вот это это все совершенно нормально очень хорошо попробуйте вот эту линию убрать рядом с головой что является успехом мне я совершенно так 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 у него водянка мозга или ему в ухо ставили насос и накачали череп вот скажи пожалуйста он щенок а он щенок да знаешь но если он щенок и у него настолько выпукла обувь ты вот там антропоморфную подчеркнула но тогда и нижняя челюсть у него должна вот такая быть ага вот тогда у тебя получится еще много так а так ты сделала помесь между лбом Сократа и челюсть Шварценеггера вот не бывает не складывается по идее должен быть волка, собаки, кошки волка, собаки, кошки во-первых волка, собаки одна форма черепа у кошки совсем другая ну волка наверное сейчас это больше всего похоже на череп стерлядя который приделан к конечностям ну я не знаю кого да нет скорее человек который на четверинке сидел ну не такая же у него стопа не не такая согласен с вами вот ну если собака волк и так далее ну вот представьте собаку примерно представьте размер головы по отношению к размеру ноги так вот вот стоит собака вот его голова вот его нога та часть ноги которая торчит в стуле длина головы а длина ноги сильная как и чё что делаешь и чё делаешь попробуйте представить собаку ну понятно да нет ну нога немножко подлиннее но все равно но в любом случае от нее вот такой малюсенький кусочек как вы изобразили череп разумеется существенно более крупный так где это вот здесь челюстной сустав вот так подходит ну чё такая черепная коробочка маленькая маленькая по отношению к кому к человеку да маленькая но дело в том что таких черепных коробок как у человека нет больше просто ни у кого ой классная волчара получился угу но это не совсем волчара это скорее по пропорциям какая-нибудь борзая слишком удлиненная черепа при такой ширине ну черепа можно категорел а можно волкой сделать угу нет это примерно собачья пропорция при вот этой глазнице а волка можете нарисовать ну какие проблемы никаких проблем кстати как передать настроение любого псового зверя хвост 1 оскал 2 положение ушей положение ушей да важнейшая вещь положение ушей и за грифку еще можно нарисовать значит вот теперь это уже чуть-чуть волк вот жучок какая красота вот такая волка может съесть миленькую собачку ну значит ну на самом деле это все равно не очень волк карандаш мягкий ухо растянут так так спасибо ну если уж вы атакующего зверя изображаете да значит а теперь давайте смотрим главные ошибки соотношение размеры головы размер туловища не бывает ни одного позвоночного такого длинного туловища при такой голове так вот задние лапы вот здесь хвост как-то вот так при этом собака так же как и лошадь передней лапы что-нибудь к себе притянуть может нет окошко да и как мы убедились коза отлично поэтому вот это положение передней лапы для псовых не очень характерно так передней лапы шли 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 не а шли а вот кошки вот так катета мух сколько угодно а щенка креста собак вот это движение сведения передних лапов на уровне глада вообще ровно как же Представьте себя лошадь или корова, которая делает вот такое движение. Ничего не будет. Анатомический затрек. Просто кости и мышцы так подведены, что взять и развести переднюю конечность в сторону не может. Вот кошка и медведь немного могут. Не так, как мы с вами. Но все-таки могут. Но вы прям упорно работаете в конструкторском стиле. Зачем вот эти линии? В чем их смысл? Объясните мне, пожалуйста. Зачем вы их провели? После того, как вы их провели, тело зверя развалилось на отдельные блоки. Вот с моей точки зрения вот так. Вот так. Существенно лучше. Так у вас никакой не конструктор. Так у вас нормальный зверь. Ага, плохо, плохо. Опять же полное непонимание, анатомия. Тело носикомого из каких отделов состоит? Из... Угу. У любого насекомого есть голова, есть грудной отдел и есть брюшко. У таракана, который вы пробовали рисовать, членистое брюшко перекрыто сверху крыльями. Вот они. Поэтому не видно, что оно из сегментов. И ноги. А теперь скажите, а ноги откуда отходят у всех насекомых? Исключений не бывает. А ноги отходят только от грудного сегмента. Не бывает ноги, которые отходят отсюда, и тем более отсюда. Поэтому ноги отходят вот так. Вот какая-нибудь передняя лапа здесь. Вот вторая лапа, вот она. А вот третья лапа. Но она все равно отсюда отходит. А вот такого быть не может. Вот так может. А вот так нет. Скорикорады. Да, похоже. Грибные весла. О, похоже. Угу. Понятно? Да. И это касается абсолютно всех насекомых. Не бывает случаев, чтобы лапа вот отсюда отходили. Только от грудного сегмента. Только вот отсюда. Грудной так мы. А сегментов здесь три.